Вот этой девушке 16 лет, она подрабатывает и барменом была где-то в баре, и занимается пилингом разными этими. У неё много клиентов, она работает в косметическом салоне. Она забеременела. Но вначале они, значит, встречались с парнем. Мама нормально восприняла то, что встречается с парнем, и восприняла это нормально. А мама парня была категорически против этого общения. Она пыталась, чтобы они разбежались в разные стороны. Как это сделать? Они решили его устроить, чтобы он учился в институте и учился на ветеринара. Но парень провалил экзамены. А отец говорит, тогда пойдёшь в армию на два года. Мама восприняла общение, что вот твоя девица портит тебя, мешает тебе учиться. Но парень не послушал её и решил продолжать общение с этой девушкой. Девушка неплохая. Мама у неё очень такая современная женщина. Она говорит, как так? Она против моей дочки. У меня дочь нормальная. Что это она против? Что она? Плохого поведения или что? Почему она так категорически против моей дочери? И когда девочка забеременела в 16 лет, она пришла и рассказала маме. Мама нормально восприняла эту ситуацию, что вот она в положении. Тогда она решила вызвать на дачу своего будущего зятя. И стала спрашивать, как они собираются жить. Он ей объяснил, что они собираются работать, зарабатывать и нормально снять квартиру и жить на квартире. До рождения ребёнка я смогу обеспечить, мы зарабатываем. Ну, хорошо, она восприняла нормально, что парень нормальный этот. А когда пришли, сказали отчиму, отчим категорически, значит, был против. Как хочешь, мы не будем помогать. Ну, не помогайте, ради Бога. Вот. И когда они пришли сказать о беременности к его родителям, его родители восприняли очень плохо. И мама-врач говорит, надо сделать аборт. Потому что это ненормально, ей 16 лет, ни образования нет у вас, ни этот. Надо учиться. Вот. Так решила мать. А мать врач. И она советует, значит, чтобы сделали аборт. Сын категорически против сказал, что ребёнок будет появиться на свет. Отец тоже, короче, они не хотят помогать. Ну и ладно. Парень и девушка жили каждый в своей квартире, но подрабатывали, чтобы накопить на квартиру. В итоге они накопили на квартиру, ушли на квартиру, а мать в отсутствие, значит, решила приехать к матери вот этой девочки Кристины и поговорить о том, чтобы сделали аборт. Она, значит, посоветовала сделать аборт. Аборт позвонила. Сначала она ругалась с этой девушкой, заставляла её сделать аборт. Она не стала реагировать. И вот она решила прийти к матери этой девушки, чтобы она, парень, у них не хватило денег. Парень пошёл искать деньги у друга, но друг сказал, что у него нет денег, и они вынуждены были уехать с квартиры, потому что их уже выгоняли, у них нет денег оплачивать. Тогда он позвонил своей бабушке, что вот нам негде жить, можно мы к тебе вещи перевезём на дачу? Ну, она, бабушка, согласилась. Ну, тогда они перевезли вещи и стали ютиться у своих знакомых. Тогда бабушка пришла, вот бабушка пришла, это в Санкт-Петербурге, бабушка пришла к своей дочери домой и стала говорить, ты чего, хочешь, чтобы твой сын потерять своего сына? Лучше пусть они живут у тебя. У тебя же есть где жить. Вот. И тогда вот эта мать сына решила пригласить детей к себе домой. Они, правда, никак не ожидали, что родители парня решатся на такое и посоветуют, чтобы дети пришли жить к ним домой. Они не ожидали этого и детей приняли к себе жить. Эта девушка родила, вот, это парень, они вместе общались, всё. Девушка родила мальчика, и они такие довольно счастливые, и они решили, что родился у них сын. А теперь они рассчитывают на то, чтобы была свадьба. Вот. И они решили, что будет свадьба. Вот такие довольные, счастливые. Вот родился ребёнок, они его назвали Лёвой. И мать вот довольная, счастливая. Говорит, как можно не любить вот этого ребёнка. Вот. И она, значит, вот так. Теперь эта Кристина живёт у них пока. Вот. Ребёнок такой хорошенький. Ну, здесь надо дать должное, что совет бабушке мудрого человека. И тогда вот родители парня решили всё-таки, что они неправы. Вот. И взяли их к себе домой. Девочке 16 лет. У неё родился ребёнок, мальчик. Вот. Семья нормальная.